Слышу голос из прекрасного далёка, Голос утренней серии. Это где пошли первые абрикосы уже в виде плодов, причём спелых. Это у меня ещё холодно и сыро всё весно. Александр Васильев, спешу поделиться радостным событием. Ваш академик дал в этом году, четвёртый год после посадки, второй урожай. Значит, в прошлом году было два плода, а в этом пятнадцать. А пылитель, как я писал, высылал, так и не проснулся. Дело в том, что я всё родословно приобрёл в институте, я убрал это в каком институте, потому что как-то даже не лог стало. Почему? Потому что вроде бы трём, а с другой стороны, это самое, зачем унижать и так далее. Не знаю, может слива, которая рядом, академика опылила. Нет, не опылила. Или он частично самоплодный. Да, он частично самоплодный. Вообще ему нужна пара. Так вот, я почему выделил эти четыре слова? Ему не пара нужна, ему целая компания нужна. Вот. Какой посоветуете заказать у Сергея Валерьевича? Понятия не имею. Вы представляете, что такое смешанный сад? Растёт. Растёт. Я показывал фотографию. Тут два моста дерева, между ними метр. А как могут не опылять друг друга Бродского, когда они вообще у них уже всё переплюлись? Вот. Но не пара нужна. Из этой пары кто-то один попадёт под заморозок, я вам потом поподробнее на эту тему. Пониже. Компания нужна. Вот. Крупноплодный, не сильно рослый – это не ко мне. Значит, издеваться над абрикосами я никогда не издевался, а все они у меня привиты на манджорцы. И не привиты они, рослые. И никогда я не выбирал слаборослые. И мне не нужен слаборослый. Мне нужен чем больше, тем лучше. Вот. Почти как в анекдоте. Побольше и подлиннее. Шутка. Так. Фото предлагаю. Итак, это Московская область. Идём по порядку. Вот этот снимок был получен мною годом раньше. На тот момент, или двумя, сейчас не соображу, растут они уж больно быстро. Это академик, это из института. Один из трёх самых мощных институтов, которые есть в нашей стране. Так вот. Проходит время. Мы с вами его проходили, этот снимок. И так наступила весна этого года. Вот. Я сразу хочу сказать, что, во-первых, результат давай посмотрим, а потом вернёмся, потому что мне как говорят, друзья же, самые лучшие, вы учите как надо, а как не надо, не говорите. Вот. Я вот не могу понять, как можно учить, как надо. А нужно же показать контраст, потому что, ну вот я сказал, что не должно быть штампа. Ну, сказал, ну и чё. Чихали на мои слова, вся наука начинает академику. Идём дальше. Вот свежее фото. Теперь мы видим, что, мы видим, что этот окончательно умер. Вот. Уже окончательно. Хоть посажен правильно. Сразу бросается в глаза штамп, который я считаю, что они неправильные. Разница. Ну, казалось бы, ну этот сибиряк, сибиряк, Москва. Вот. Он не замёрз, замёрзнуть не мог. А этот-то почему мёртвый? Я и... Ну, догадок много. Биологическая несовместимость по двоям. Раз. Что там за подвой? Два. Мы понятия не имеем. Если там по двоям, а я не знаю, где и как в Европе, нам ничего не говорят. В прошлом вебинаре мы с вами обсуждали тему, на что привито. А тут вроде бы крутой питомник написал следующее. Подвой с сеянцевой. С сеянцевой мы с вами сейчас увидим шеневр чуть ниже. Сейчас поймёте. И так, от подвоя зависит, какой подвой близко-родственник, дальний родственник, внутривидовый, снаружи видовый. Так уж я образно. Вот здесь вот огромная работа проведена, 30-летняя. Здесь получается так, что академик, он не сразу стал таким. Он и внешне изменился, и плоды, если помните, округлились. Я уже в отчаянии назвал, дал мне новое название. Потом вынужден был дать. Но потом подумал, подумал, и с радостью дал название Курдюма. Но это мы будем проходить ещё раз. Но факт случается в следующем. Значит, для меня основное обвинение против этого института, именно которого я не назвал, это штамп. Почему будем говорить дальше. И вот, наконец-то, человек присылает фото с академика, который выжил, то есть Сергея Железова. Как вам эти плоды? Как вам вот эти плоды? Вот. А ещё, это как на вашем заметном фото. Да, у меня есть такое фото, такое впечатление, что это моё фото, хотя это не моё. Они так и растут парами. Вот. Очень похожи друг на друга. Обратите внимание на листья. Если болезнь европейцев, у груш, а это касается, и яблонь, и это, вспомни это, чёртову прошу, и абрикосы, и вишни с вечным монолёзом. Вы понимаете, что я всегда, ну тут нет моих фото, это его, да? Я всегда, когда такие фото получаю, радуюсь за плоды. Я всегда с ужасом. Ой, нету. Вот. А может быть, это, ведь подвой влияет. Понимаете, европейцы есть европейцы, я уже не хотел так долго говорить. Но на Маньчжурце, на Дальневосточек и прием Дальневосточек. С чего тут будут эти-то, плесень-то, откуда она возьмётся-то? Вот изувечили вот так вот, да? Всё, дерево заболело, дальше жди беды. Ну, две назвал. Штамп и биологическая несовместимость, скорее всего. Мне ещё одно смущает. Они обычно, этого не разглядеть, но третий назову. Прививка должна быть как можно ниже, буквально, это самое, чуть ли не поверхности касаться. Я приводил много примеров. Как они легко восстанавливаются, когда прививка у земли. А если выше? А чем выше, тем она ненадёжнее. Это я уже опять проходил. Раз. Вот. Тем больше влияние подвоя на привой 2. Нам надо, чтобы привой задавил подвой. А он же никуда не денется подвой. Он не умрёт. А здесь умер. Видите? Вот сколько я вам наговорил. Идём дальше. Итак, этого полюбовались. Вы согласны, что это академик? Мы ещё сегодня академик увидим. Вот. Но уже фальшивая. Итак, посмотрели. Следующий. Второе письмо пришло от Катерины. Которое, господи, она теперь поможет. А кто? В общем, она является администратором моего сайта. Так. Она тоже заболела. Заболел Сафронов. Вот он, Валерий. Заболел Денисенко. Вот. Заболела этот самый... Уже выращивает уже этот... Троценко. Это мои ближние друзья, благодаря которым я с вами общаюсь. Вот. Ждал. Я уже и забыл, что это. И вдруг у неё Сеянец Фаины дал плоды. Какой он будет? А я никогда Сеянцев не выращивал. Культурный. Никогда. Не моё это. Потому что у меня нет ещё одной жизни. Вырастил бы. Ещё бы лучше, может, чем даже привитая. У меня есть мысли на этот счёт. А пока человек берёт мою Фаину, которая должна была... А ведь это Челябинск. Вместо того, чтобы замёрзнуть. Представляете, что было в Челябинске? И там были страшные морозы, сильные заброски весной. Вот. Всё облетело. Ну, два плодика. Да я этим плодиком радуюсь так, как будто здесь целое ведро висит. Второй случай. Третий случай тоже интересный. Посмотрите. Мы сейчас будем к этому долго подходить. Калининградская область. Это Прибайкаль... Это Прибалтик. В общем, Прибалтийский район, так скажем. Прибалтика это сырость, это Гольфстрим. Это нет таких предельных температур, как всё гниёт. Смотрим, что у неё сгнило. Мы будем долго и нудно говорить, потому что Оленикова Людмила пошла... Видите как? Благодарю вам познакомилась Сутурина. Оказалась родной душой. Я это письмо вам показывал. Почему я повторяю? Сейчас поймёте почему. Вот. Это наши люди. Это наши женщины. Так. Теперь. Смотрите, что у неё растут... Кому надо, тот потом вернётся, прочтёт. От Юрия Васильевича что-то. Но! Прививки мои. Смотрим дальше. Какие прививки? Грушу, сварши, черенкова уже ели. Очень вкусно. Сейчас поймёте, это всё не шутки. Вот. Итак. Повторяю. Как? Вот это... Я не мог показать вам фильм. Она сняла короткий фильм. Вот это яблоня. Это учёба, ребята. Это не просто я вам показываю, чтобы показать, ух, какие у меня серенки замечательные. Она с этими серенками чудеса творит. Это яблоня, довольно немолодая. Это ветка. Прививка, по моим понятиям, крайне неудачная. И вот этот урожай там штук 15, да? Отборных груш. Вот. Штук 15. А веточка-то всего метр. Это чуть ли не предсмертный урожай. Потому что ей же не спиливать всю яблоню ради этой ветки. И ветка-то скелетная. Вот. Тем не менее, распробовала. Теперь что она должна взять? Она возьмёт эти ветки, а дальше идёт насыщение уже по мичурину. Я вам рассказал, как я, по конец. А по мичурину-то как? Если сейчас она возьмёт эту веточку с яблони, вот для неё и перенесёт на яблони, ну, желательно, там, на конкретный сорт, то есть это как... А она кто? Она фермер, не фермер, но она... Я говорю не ей, я говорю вам, будущим селекционерам. Она возьмёт эту веточку, а в ней уже гены яблони. А груши какие? Это груши 200-300 грамм. Это лесная красавица. Это Европа. А она где живёт? В Европе. А лесная красавица откуда? Из Бельгии. Видите, как пришлась ко двору? Она из Сибири вернулась, а обратно. Здорово. Мало того, дальше, говорю, совет, отсюда она должна отрезать эти ветки. И теперь на молодые яблони. У неё появится новое направление. Дело в том, что у груши и у яблони есть разные... Они когда-то составляли одно целое. Где-то я потом вернусь к теме микроклонирования, так? И вы поймёте, когда-то пошло, всё началось с одной почки. Даже не почки. До почки была клетка. Живая клетка. С мембраной, с ядром, с протоплазмой. Одна. Потом, попадая в лес, попадая в разные места, она начинала видоизменяться. Тут всё по этому Дарвину. Я уважаю его. Дарвина это не противоречие церкви. Это дополнение. Расшифровка. Так вот. Божьего дара. Божий дар это клетка. Потом мы объясним подробнее. О том ли я говорю, может, сейчас уже компьютеры отключаете. Так вот. Ближе к делу. Итак. Насыщение отсюда яблоневыми. Там же теплей. Там яблонь наверняка культурная. Сразу говорю. Я прививал груши. На яблони дички. Когда не было груши в подвоем. Из 180 мертвых, 20 жалких, несчастных. Я их потом даже на второй год даже не оставлял. Настолько они несчастные. Это был тупиковый путь. На Сибирке путь тупиковый. А у нее яблонь это культурная. Теперь с этой почки пойдет. Можно на грушевые подвои. Кто бы спорил. Но грушевые подвои. Они с Дальнего Востока. А у них стержневый корень. А там где близкие грунтовые воды. Или где просто сыра. Она не выдерживает. Ну то есть выдерживает. Но относительно. Возможно дальнейший путь. То есть может обычный путь. Выпишут у меня. Или выписал. Не помню. Семена диких груш. Этих же уссурийских. А возможно еще проще. С этих же яблок. Подоворачивает этих. В общем она может стать основоположником нового направления. Я до сих пор не слышал. Чтобы у нас в массовом порядке прививали груши на яблони. У нее золотые руки. Поняли. Это еще не все. То есть одно направление он дал. Еще будет куча. Дальше поехали. Следующее. Так. Сейчас глоток разволновался. Так. Еще письмо. Вот мне понравилась эта фраза. Итак. Вот это прививок. Прививки сделаны у земли. Развиваются и не торопятся плодоносить. Еще раз. Это все очень важно. Она одна из, как сказать, самых талантливых моих сторонниц. Получается. Это прививка скелетная. Брание плодоношения получается, скорее всего, в третий год, если не второй. Только потому, что ей долго не жить. Вот почему. И биологическая нестимость все равно есть, несмотря на предельный урожай. Жалко веточки. Вот. А как я учу, прививаем только у земли. Как можно ниже, да. Она... У меня есть груши, при этом все равно на второй-третий год цветут. Но это как исключение. А если как правило, то хорошо, когда на третий-четвертый год. Но не позже. Вы видите, когда я подбирал варианты, например, один из них, основание ветки берется на прививку, то есть нижняя часть. И основание подвое, то есть с самого низу у земли. При этом оно все-таки достаточно скороплодное получается. Так? Достаточно. Практически не умирают, в отличие от тех, которые привиты выше. Вот. То, что выше привиты, я называю стриптиз на морозе. А так получается, действительно, что в отличие от этого, они не торопятся. И у каждого дерева должен быть ювенальный, как правильно, ювенальный или ювенильный, сейчас вспомню. Простите, я не грамотного. В общем, ювенальный, ювенильный период, то есть детство. Вот. И вот получается так. Прививки, не торопятся. И это хорошо. Вот это слово хорошо. Потому что глупость, дикость, предательство по отношению к дереву заставлять его рано плодоносить. Давайте загибать пальцы. Ой, мне уже... Нет, я не буду вас плохо мучить. Я бы сейчас здесь пальцы загнул. Как это сделать? Ну, по-русски в двух словах. Нет, в одном слове. Это если калечить. Вот. Теперь даю скелетные прививки на деревья, в которых плоды так себе. То есть речь идет о деревьях, которые не жалко на прививку. Теперь. Сейчас самое интересное будет. Это просто праздник мой, вот это письмо. Так. Тут она, конечно, проявила то, что я говорю. Верхние почки выбросуйте. Она их проявила. Ладно. Ну, с другой стороны, когда им цены нет, когда, если веточка одна или две, тут надо каждую почку чуть ли не в дело пускать. Ладно. Тогда получается, ну что я скажу. Ну, так. Ну, ругаться не буду. Теперь. Это же письмо не последнее, заметьте. Это письмо такое, что его весной писали, о прошлом годе. Теперь. Прививка на лучу. Был один плод, красивый, вкусный. Так. Смотрим дальше. Вот. Ну, про черняки. А, уже видите, сама пишет. Уже черняки грустно прививку есть. И учить не надо. Смотрите сюда. Вот тут первый плод. Впечатляет. Который был годом раньше. Идем дальше. Так. Стараюсь соблюдать закон сопочтения почек. Ну, милая Людмила, ну что мне с вами делать? Ну, если бы это закон сопочтения почек знала бы наука, сейчас бы вся страна была покрыта садами. Ну, откуда им знать, что хотите, я вам сейчас, кто хочет, тот на моем сайте найдет статьи, фильмы. Я вам в одной фразе, это уже можно в ран постулату вводить. Одного, у меня их за сотню. Знаете, какой он должен звучать? Но это образно, поймите. Это не буквально. Это принцип. За третьей почкой подвое должна следовать четвертая почка привоя. Ничего не поняли? Или если это, сейчас, сегодня другая тема. Главное, что Людмила это знает. Она пишет, стараюсь соблюдать. Теперь. Оставляю островочки дикой культуры с муравейниками. Ну, что мне делать? Ну, что мне делать-то? Обычно я матерюсь, а тут не знаешь, когда это самое. Праздник на душе. Островочки с муравейниками. Ладно. Еще письмо еще, они последние. У нас в Калининградской области климат меняется в южную сторону. Это, кстати, и хорошо, и плохо. Фотография вашего Пчеренка сделана 13 апреля. На сегодняшний день отцвело почти все, кроме яблой. Та-та-та-та-та. Ну, это все, читать все надо внимательно, потому что каждое слово, каждая строчка, она, это информация. Я хочу, чтобы в Калининградской области, в Калининградской, Псковской, это самое, я уж не говорю про Эстонию, Латвию, Литву, там тоже есть мои сторонники. И чтобы там были абрикосы, в конце концов. Мне же прислали письмо. 20 тысяч абрикосов, сад посадили, то ли Эстония, то ли Латвия. Все 20 тысяч мертвых. Они же понятия не имеют, о чем мы с вами знаем, Литвила. Ладно. Ближайший вебинар постарайтесь рассказать. Если на абрикосах зависть уже сгорожена, не так страшны заморозки, как во время цветения? Ну, в то время я и ответил, уже не страшны. Или не так страшны. Теперь, по-моему, саду пройдешься, кругом привет от вас и Бродского. А все, что привито, абрикосы, яблони, груши, сливы, от вас. Сейчас вам одно чудо я вам покажу. Вы касались тема чудо. А, вот, и оно слово чудо. Я расскажу. На отводке местной вишни, мамы с мелкими. Вот, к сожалению, мне неудобно повторяться, я даже фотографию оставлю. Итак, на местную вишню она привила черенки, вишни с генами черешни. Есть у меня таких несколько деревьев. Вот, дальше мы с вами проходили, мы видели цветущую вишню, дерево, 100% вишню, и цветущую черешню, дерево. Далее она пишет, я потом упрекнул, где фотографии уже плодов, и она пишет, завязались крупные, вкусные, одинаковые. А когда пришла пора вкусить, оказалась одна вкуснейшая вишня, другая еще вкуснее черешня. Я это подтверждаю. Фотографии были весенние. Вот. А дальше вот где-то, вот где чудо, а дальше я упрекнул, слушайте, дальше. Еще не все. Самый главный сюрприз нас ждет впереди, потому что Людмила должна стать вторым железом в том районе, потому что первого там я пока не знаю, пока она, наверное, самая окажется. Ну, руки, видимо, такие волшебные. Так. Здравствуйте. В лекции вы рассказали о неудачах привыкать черешни на вишню степную. И посоветовали соседу постепенно обрезать вишню, чтобы переродить вишню в черешню. Начиная издалека. А, кстати, она пишет, у меня есть такой эксперимент. Только я проделал работу с лучей абрикосов. У меня сейчас, не повторюсь, а немножечко прошлое. Я начал, когда-то у меня, когда поделился со мной черенками Боднар, я сказал себе, получил только первый плодик, первый, но он почему-то не замерз. А у меня же холоднее на несколько градусов, чем Боднар из черемушек. И я тогда напревал, а лишнее кушать-то хотелось, а у меня тогда была пенсия такая, ну, знаете, какая она была в 90-е годы. Так вот, я рано вышел на пенсию и оказался в заднице, извиняюсь. Так вот, значит, сосед у меня купил 5 черешин, из них 3, а он новорусский, из них 3 превратились в вишню уже на следующий год. Потом были другие варианты, я рассказывал про Чернобаева, это когда вишня превращалась в черешню, в черешню в вишню. Сейчас получилось вишня, но вкуснючая, вот, все это мы проходили. Я просто хочу сказать, что есть понятие, вот, вы знаете, в вишне бродят гены черешни, или в черешне бродят гены вишни. А если еще искусственно это создало, так, получилось непредсказуемое потомство. И в косточках тоже. Теперь, значит, здесь у нее, у Людмилы, получилась переделка вишни, черешню. То есть я ей высылал черенки, честно, вишневые. Вот, но гены черешни были внедрены. Это не насыщение ментора по железу, это насыщение ментора по мичурину. То есть продолжения не было, черенки черешни погибли, вишневые увеличились в размерах, и в конце концов, мне вот таких примеров надо побольше. Я с ней, с Людмилой, не сговаривался. Это важнейший момент. Почему? Потому что дальше будет еще интереснее. Я вас заманиваю, я последнее письмо, это шедевр. Вот. Значит, вишня черешни, это интереснейшая тема. Почему? В результате мы получаем, как она, или черешню. Возможно, она была помельче, я же не вижу. Она умудрилась, как она пишет, потом где-то ниже, что так вкусно было, что разъели, потом вспомнили про фотоаппарат. Вот. Но черешня настоящая, я подтверждаю, фотографии весенние. Вот. Но таких примеров пока мало. Но это факт, это явно. У меня таких примеров уже несколько. Я их включал в свою отдельную, это. Они у меня есть в архиве, все эти примеры. Вот. Теперь. Вот это пример еще интереснее. Вот сейчас подхожу. Итак, значит, я на пару вебинаров назад рассказывал про это письмо. И показывал его. Короче, получилось так. Взяла и на лучу привела. А луча вы же знаете, меч, абрикоса. Вы знаете, что она все-таки дальний родственник, скажем так. Она все-таки уступает в размерах. Но я надеюсь, что ее успех, знаете, с чем связан? С тем, что она, вот то, что мы говорили там больше, что она все это учла. То есть, если я рассказывал, сейчас не буду, как прививать абрикос на сливу, чтобы получить максимальный эффект и максимальный продлежит жизни. Не как там, допустим, 40-50 лет, но хотя бы 20 лет это обеспечено. А за это время можно получить, как у меня, десятки ведер прекрасных плодов абрикосов, привитых на сливу. И вот, слушайте дальше. Самое главное. Теперь, когда она взяла одну прививку, я уж короче, потом вторую прививку. И начал отрезать ствол, а лучу постепенно, постепенно, постепенно. Так. Вот. Это потом прочете без меня. Так. Я очень вас прошу. Вот тут я еще одно письмо. Я личное убрал. Вот. Ну, личная, как бы, переписка. Теперь про дела. Вот. И вот получилось так, что... Сейчас вы увидите. Это без меня. Ладно. Так. Смотрим дальше. Значит, здесь тоже... Я не могу подробно, потому что мы с одним письмом будем 2 часа говорить. Прищипываю кончики галатарных веток. Это не по железу. Но не буду придираться, потому что главный результат. Итак. На фото остатки урожая. Сейчас поймете. Вот это вот. Плоды. Возь 90-100 грамм. Осталось узнать, что это такое. Сейчас. 90-100 грамм. Смотрите. Это остатки урожая. Абрикос. 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 То есть... Ну, то, что я вижу на вскидку, если приглядеться, тут еще... Она говорит остатки. Крупный план, глядите. Я чуть с ума не сошел. Это не вегетативная гибридизация. Если это ближе всех, я уж и так, и так. Вот. И так, и этак. Если это Серафим мой. Ана-да не написала, какой сорт. Для меня это загадка. Но я люблю загадки. А? Ну, здесь она отрезала листики. Скорее всего, это чтобы фотография получилась. Так вот. Каких Серафим? Это 30-40 грамм. А здесь 90. Маньчжурец. Самый крупный у меня. Вот. Я уже... Итак. Берем по крупности дальше. Бай. Бывало 70-80 грамм. Но у него краска бледнее. Так. Кто остается? Ну, то, что это не академик. Вы и так согласны. Видели выше. Остается Королевский. Хух. Похож и не похож. А то, что не похож, это так здорово. Это... Это... Дело в том, что прививка на Алычу. Алыча какая была, а? Людмила. Вы мне написали. Или я не это... Не прочитал. Какого цвета была Алыча? А почему у меня черные абрикосы пожелтели? А потому, что они привиты на Маньчжурца. Представляете, что получается? Витативная геморизация существует. Но тут дело в очереди. Я говорю и вам, и всем. Я хочу, чтобы больше людей занялись этими сказками. Потому что я специально про русского сказка. Почти любого ученого. И помните, я говорил? В Иркутск, зональная конференция, или как там, симпозиум. Записка из зала. Читает. А это живое. Это все не шутки. Это прям видео. Присылает видео Марина Кудина. А там написано. Как вы относитесь к великимной геморизации железа? Ответ. Научно-сообщество не поддерживает. Точка. А это кто? Она что, нарисовала что ли? Я вам покажу еще нарисованные. Людмила. Красивее нарисованные. Так вот. 90% что это черенки королевского. А знаете как? Сейчас наберите королевский. Вы увидите там мои фотографии с десяток. И сотни других. Ну естественно. И много нарисованы. Так вот. В советское время я представил, что королевский абрикос является Рассудским. То есть родина Франция. А вы там рядом. Вам и алыча подошла. Если вы все по железу делали. То есть прививали. Ну как сказать. Не просто прививали. Помните на кончиках веток были эти фотографии. Мы с вами разбирали. На кончиках веток. Прививки бессмысленные. А здесь получается так. Значит. Уже мы видим, что изменения. А дальше я два этих вывода. Это первая галочка. Значит. Это еще не все. Я железо утверждаю. Витативные гибриды есть. Есть. Второе утверждаю. Они не повторяются. Ну разве плохо? Людмила. Я специально. Я может сегодня выбрал такой разговорный стиль. Эх. С ней вообще рюмку коньяку. Я бы так бы такого наговорил. А на трезвую голову трудно. А видеть такое чудо. Вы представляете. Быть обладательницей единственного в мире вегетативных гибридов. У меня их каждое дерево уже вегетативных гибридов. У меня все фаины расползлись с разной стороны. У меня королевские. А эти. Академики округлились. У меня вишни превратились в черешни. У меня черешни превратились в вишни. Вот. Ну как доказать людям, что за этим будущее? Почему? Семенное размножение это замечательно. Вот. Но сколько бы не выращивали два семенных и не скрещивали их. Так. Получится моростойкость от одного крупность другого. Но принцип один и тот же. Чем севернее, тем мельче. Тем менее вкуснее. Чем севернее, тем, может быть, больше вырожай, но плоды будут мельче. Чем севернее, тем больше потерь. А значит, если деревья получились разные, естественно, перекрестное пыление. Вот вспомните, вы найдите своего близнеца где-нибудь из миллионов. Замучитесь искать. Так и деревья. Они вам только кажутся одинаковые. На самом-то деле они такие же индивидуалисты. И вот получается, они... Мы не можем измерить моростойкость. А мы семеляне ее мерим просто, знаете как? Вот 10... Получили семена. Посадили 10 штук. Вот. Страшный мороз. 9 замерзли. А 10 остался. И другого он такой плохонький. К какому году приходит наука или там, допустим. Может, не вся наука, но многие садоводы приходят. Вот, семенное размножение, оно портит сорта, одичает. Да просто выживает. Самое надежное. А какой самый надежный? Самый морозостойкий, тире. Зато самый неприхотливый. А крупность, культурность, это свойство более южных растений. А мы еще... А если мы как делаем? Мы же не просто с вами берем и опыляем. Делается сознательно, с помощью специальных презервативчиков. То есть, этих самых марлевых мешков. Так. Ну, цель-то такая, чтобы южным передать... Нет. Южным передать морозостойкость. Северным передать вкус. А потом прошел мороз. И здесь осталась одна. Самых хреново. Ну, хреново не то слово. Вот. Сейчас я потом вам в другой раз покажу. Я был на озере сегодня. И как будто специально сделал несколько фотографий. Это волосы и вишни, которые неведомым путем. Или птицами, или люди наплевали косточки. В озере там отдыхают обычно. Так, да, вот. Бывший карьер. И вот там сейчас уже вовсю плодоносят. Я их все поперепробовал. Я же железом. Эти волосы и вишни. Они все невкусные. Все, все, все. Наверное, там хостик было, может, десятка раз больше. Но выжили. И плодоносят. А там же за городом же всегда 40 и минус. И больше. И минус 40. Вот. И они-то. И по барабану. Но они-то самые невкусные. Ну, в общем, так. С этим разобрались. Теперь самое главное. Это пункт первый, я сказал. И так. Да уже много чего наговорил. И про семенное размножение. И про перекрестное пыление. И вот. И то, что у вас единственный на всю планету вегетативный гибрид. Вы добились прививки на лучу. Теперь. Вы захотите размножить и стать единственным обладателем уже, назовем это, формой. Вот. Ну, как бы еще назвать-то. А, вегетативный клон. Ладно, пускай. Хотя их не бывает, спросите у любого ученого. Ну, а, нет. Есть. Этот. Ладно, не буду. Теперь. Что дальше из этого следует? Вы берете и приводите снова на лучу. У вас есть шанс. И поняли теперь ваши задачи. Если вы хотите. Вы, у вас, может быть, там, родственники, друзья. Кто-то займется, вот, глядя в этот фильм, в этот вебинар. Серьезно. Уже надо развивать линию алычи. Использовать те самые конкретные установки железного, чтобы максимально продлить рот. А с каждым поколением он будет прививок. Каждое поколение прививок. Второе, на третье, третье, на четвертое. Вот. Они будут долговечнее. У них будут сращиваться эти самые кроны. То есть, так, алыча будет алычой, а абрикос будет немножечко уменьшаться в его возрасте. Ну, и пускай. Это не такая уж плохая, как бы назвать, не такая уж плохая жертва. Если абрикосовое дерево станет менее росым. Это не самая главная беда. Вот. Некоторые, если вырастет несколько поколений, алычи специально к выращиванию подвоев. Вы, кстати, у любого питомника из тех 100 с лишним, которые мои фотографии присвоили, а по-русски украли, вы спросите, ничего не полевает. Так не добились ни от одного. Ну, правильно, плоды-то нарисованы. Эти самые. То есть, не так. Плоды или нарисованы, или украдены. Итак, значит, вот эта линия. То есть, загибайте пальцы. Я говорю, не только для вас. Потом этот кусочек, именно вот эти вот... Я больше всего разговаривался где. Где начинается ваше письмо. Еще несколько минут. Я надеюсь, будет вырезано моими помощниками. И в виде отдельного фильма. И пусть он гуляет по просторам. Когда-то кто-то должен вырастить. По двое, именно по двое алычи. И все они должны... Вот у вас, вы сказали, плохие. Там выше написано. Много плодов, они плохие. Это бесценные плоды теперь. Все. Но после того, вы ее теперь уничтожили фактически, да? Согласны? Вы же полностью перешли на абрикос. А кто знал, что такой эффект будет? И вы не знали. И я даже не сказал, не режьте все. Я когда говорил, режьте эти, чтобы дать простор этим самым абрикосам. Я говорил, отрезайте алычу. Теперь алыча никуда не делась. Она выбросит новые ветки. С этих веток плоды. Ведете новую линию алычей. Можете и черенком, но лучше с косточек. Почему? Алыча по двое. Луч из косточек. И через несколько поколений подвоев и привоев, вот, ваш весь край будет покрыт вот этими вот самыми. А теперь смотрите. Вы знаете, что там выше написано? Что дерево 8 метров шире, ну, вверх расти не хочет. Да вы же догадались, что к абрикосам перешли качество, вегетативное качество перешли. Алычи, согласны? Кто не согласен? Смотрите в глаза. Вот. А, ну, кто-то из ученых скажет, ерунду-то в мире железа. Вот. Так вот, именно такая форма, да? Эта алыча пошла вширь. Абрикосам передались ее качество. А вы сказали, помните, как там выше написано? Это небольшое замечание. Я вас готов поцеловать и обнять на дело в том, что вот это вот, что вы кончики вот тут вот, чтобы она росла вверх, вы горизонтальные кончики отрывали. У вас вот это прищипывание, оно играет вот в Сибири, оно смертельно. Только об этом никто не знает почему-то. Вот. Кроме меня и вас, кто слышал об этом. Оно смертельно. Потому что век короткий. Ой, там долго рассказывать, что прищипнешь тут, проснется тут. А тут мороз. У вас климат мягче. Прищипывание для вас такого роли не играет. Хотя все равно. Ну, или уже хотя бы те, кто учит прищипывать, говорил, разделим страну на две юг и север. Граница где-то там, может, Курск, Липецк, где-то Псков. Вот такая граница. Вот. Магнитогор, Челябинск. Где-то вот так граница. Севернее не смейте, не прищипывать, не отрезать, ничего. Но в данном случае я опять отвлекся, я все хватаюсь за разные темы, а пока вернусь, возвращаюсь обратно и говорю, вы волшебница, вот, то, что я рассказывал, у вас сейчас так. Если вот эта косточка, да, вот, и цена примерно тысячу долларов. Почему? Потому что ничего подобного. Я железу, который получил тысячи писем, который знаком со всем любительским садоводством, подчеркиваю, никогда не учил эти промышленные сады выращивать. Только вот такие чудеса. Вот. Вот эти косточки отсюда, это тысяча долларов. Черенок, тысяча долларов. Запомнили? Вот. И тот, кто вот эту самую, вот эту линию продолжит и покроет весь, заметьте, ведь я ведь не все сказал. Именно алыча, там, где много снега, там, где сыро, в качестве подвоя, а вы сделали страшно важный шаг. Начинали железо, и у вас все получилось. Вот. Потому что, ну, что ты будешь делать? У меня было 30 сантиметров снега всего. И вот, когда я весной делал привывки, это самое, знаете, как мы внедряем? Сергей поехал, ехал мимо рынка, купил 4 саженца. На одном было написано, это я отвлекаюсь, но я как что хочу, так говорю. Вебинар бесплатный. Так вот, значит, на одном было написано нектарин. Он купил. Ну, естественно, я говорю, рядом с нектарином даже не рос. Ну, что-то же даст нам. Короче, я тут же взялся, нарезал с этих саженцев. Он выбирал там, где привои, ну, такие ровненькие, и можно срезать. Я сделал несколько десятков прививок. Не все пошли. Чужеродные совсем. Ну, прививаем по принципу слепой случай. Так? Для чего я это сказал? Дело в том, что когда я сунулся выкапывать по двое у Сергея Манжурцева, чтобы эти привить, я выкопал штук 30. Из них 3 или 4 было уже все. Уже кора, как называется, вот в этой части, у абрикосов моих этих, одно-двухлетних сенецов, эта кора уже как-то концом свернулась. Ну, как у березы. То есть уже сопривание было. А всего-то 30 сантиметров снега было. А теперь понятно, что есть предел возможности для абрикосов. Мне говорят, у меня метр снега в среднем. Я сейчас опять втрекся. Но тема-то, она касается именно Алычи. Так? А вот как быть? Я говорю, ну, хотя бы полметра поднимайте, хотя бы. А когда скажешь ему, что на метр поднять, ну, это какой холм? Это надо полгрузовика. У меня уже язык застревает, такие советы давать. Я говорю, хотя бы холм полметра. Ну, на эту тему проходили. Итак, Людмила, мы сможем обладать или уникальных вещей. Другое дело, что тот, кто дальше пойдет и покроет все. Это не шутки. Это не захотел, не захотел. Это 90-100 грамм. Хух. Я, сколько прошло времени, час. Я пошел на кухню чай греть. Дальше пойдем. Вот это, это главный праздник сегодня у меня. Самый главный праздник. Вот трое прислали фотографии. И фаина из косточки, это чудо из чудес. Потому что этого не может быть никогда. А фаина вообще тройной вегетативный гибрид. Продолжение следует.